Добрый вечер, мои хорошие зрители! Сегодня я хочу показать вам, как из простой фольги и блестящей конфетти сделать шишки. Красивые, нарядные. Ну, а вчера мы с вами делали панно 3D. Сейчас я покажу, как он выглядит. Это вот такое заснеженное панно с ягодками. Кому интересно, посмотрите предыдущее видео. Прямо снег заледенел и лежит на ягодках. Прелесть какая! А сегодня давайте сделаем шишки. Для этого мне понадобятся вот такие конфетти. Я вам показывала уже, я покупала в магазине ТЭТИ. И фольга. Обыкновенная кухонная фольга. Итак, я отрываю 60 см фольги. Немножко пошуршим. Сделаем форму яйца, не торопясь. Потому что если мы поторопимся, у нас получится яйцо всё в ямах. Поэтому делаем аккуратно, не торопимся. И я уже включила этот столет с горячим клеем. Когда мы сделаем красивую форму, то начнем приклеивать к нему вот эти вот блестящие конфетти. Но я их ещё называю по-разному. В общем, мы берём каждый вот этот уголочек и приминаем. Приминаем, не торопясь. Здесь делаем острый, но плоский кончик. Форму яйца нам нужно. Поэтому нём-нём-нём, пока мы не добьёмся нужного нам результата. Итак, делаем красивую форму. Вот такая у меня уже стала она плотная. Чуть больше куриного яйца. Итак, с чего мы начнём? Здесь, как я сказала, нужно сделать плоским площадочку. Теперь берём конфетти. Я сюда насыплю их, чтобы мне удобнее было их брать. Ставлю каплю клея. Хорошую каплю клея. Вот такую. Беру одну шайбочку. Приклеиваю её плоско. Сильно не давите, я вам скажу почему. Потому что, когда вы давите, получается белое пятно почему-то. Вот у меня, я делала уже такие шишечки, потом слегка прижимаем. Видите, уже белеет. Получается, почему-то белые пятна, когда сильно давим. Так, дальше. Я ставлю каплю клея, круглую, вот здесь сбоку. Беру опять конфетти и делаю немного выше. Вот таким образом, видите, и наклон. Тоже сильно не прижимаю, слегка. Наклон где-то 3 миллиметра. Делаю, чтобы коснулось вот этого конфетти. Теперь, рядышком опять ставлю большую каплю клея. Опять беру шайбочку. Приклеиваю и опять смотрю, чтобы они здесь были у меня рядом друг с другом. Чтобы получился наклон. Не обращайте внимания, что здесь торчит конфетти. Главное, чтобы у нас получился вот этот наклон правильный. Получается вот так. Уголок. Дальше приклеиваем третью. Клеем хорошо смазывайте, потому что эта фольга и эта фольга не сильно хорошо держатся, если мало клея. И еще важный аспект, чтобы клей был тоже горячий. Опять рядышком ставим. Все они рядышком у меня. Так. И делаем опять-таки наклон. Спускаю немножко. Делаю наклон. Следующую приклеиваю здесь. Не смотрите, что получается большая пустота. Не волнуйтесь, все это закроется. И опять. Видите, они у меня теперь не сходятся, но это нормально. Так, выравниваем все. Теперь я беру и вот здесь вот ставлю каплю клея большую, да, между ними, в шахматном порядке. И что я делаю? Я беру это конфетти и поднимаю вверх, чтобы где-то две трети закрывало. И опять делаю небольшой наклон. Сильно не давим, чтобы не испортить нам конструкцию. Потихонечку делаем. Опять в шахматном порядке я делаю каплю клея. Вы спрашивали, для чего это конфетти? Вот, пожалуйста. Можно делать такие красивые украшения. Опять, да? Теперь сюда. Мы пропускаем целый шаг. То есть в шахматном порядке. И опять приклеиваем. Так, не держится. Надо подержать. Чуть-чуть. Вот, видите, белое пятно получается. Если подольше держишь, отклея почему-то такой вот эффект. Так, следующее. Теперь смотрите, что получается. У нас пайетки могут друг на дружку залазить, потому что у нас шишка расширяется. Эти пайетки могут залазить друг на дружку. То есть выглядеть вот таким образом, да? Неправильно. Все равно клеим в шахматном порядке. Получается, что ряд немножко сдвигается. Но не страшно. Опять сюда. И вот так вот. Получается, выглядит вот так. И дальше. Опять в шахматном порядке. Приклеиваем. Еще хочу ответить на вопрос. Девочки просили продать то или иное украшение. Я снимаю видео, например. Оно выходит у меня через 2-3 дня. И когда уже вопрос решен у меня с украшением, просят продать потом. Немножко поздновато, во-первых. Во-вторых, тоже я не все украшения продаю. Некоторые я раздаю своим родственникам и знакомым. То есть, спрашивайте, продаю ли я. Или я буду сообщать вам. Вот это я продаю, вот это не продаю. То есть, не все украшения, какие я делаю, я продаю. Как-то так. Итак, я заклею таким образом до самого низу. И покажу вам, как завершить нашу шишечку. Чтобы не задерживать ваше время. То есть, все время в шахматном порядке. И еще убирайте вот эти вот нитки, если у вас тоже тянется. И будьте осторожны. Вот видите, пятна остаются, если мы прижимаем горячим клей. Почему-то так. Ну, ничего страшного, это все закроется. Еще старайтесь, чтобы вот эти пайетки не так были и не так наискосок, а по прямой. Да? Вертикально ровно. Из таких пайеток можно делать не только шишки. Можно делать, например, елку. Можно делать крышу домика. Если домик блестящий, у нас красивый. Можно делать коробочку, отклеивать такими пайетками. Так что применение таких пайеток очень широкое. Можно украшать рамку для фотографий. Можно украшать часы, например. Если зимний вариант какой-то. В общем, я вам идеи подаю. Можно украшать баночки разные. Вот металлические, да. Чтобы свечку поставить внутрь. Или, например, подсвечники тоже. Стеклянные банки. В общем, много-много есть разных способов, где можно применить такие вот пайетки. Так что кто-то говорит, мило заходит в магазин, сразу видит, что делать. Но не всегда, я вам скажу. Иногда смотрю, нравится что-то. И не знаю, что с этим делать. Я такая же, как и вы, ничем не отличаюсь. Так что просто постою, подумаю, где можно применить. В голове пороюсь. Ну так, ничего особенного. Тоже иногда придумать ничего не могу. Есть красивые вещи. А что с ними делать? Ну, потому что у меня каналы, конечно, я их куплю. Бывает так, что потом не хватает их, потому что купила мало. Поэтому нужно, конечно, знать, что ты хочешь. И иногда что-то увижу хорошее, пойду покупать. Такого нету. И с чего бы я сделала это хорошее, да? Что-то интересное. Поэтому по-разному, девчата. Абсолютно по-разному. Итак, заканчиваю и покажу вам, как же оформить низ. Ой. Ой, вот здесь вот надо быть осторожным, чтобы не обжечь руки. А да, еще одна особенность. Когда вы уже половину сделали, уже неудобно держать. Может выскользнуть шишка и испортится форма от удара. Поэтому мы просто переворачиваем и держим теперь аккуратно. вот здесь вот, не нажимая, слегка придерживаем и работаем вот в таком вот положении, да? Чтобы у нас сохранилась хорошо форма. Так, потихонечку, не торопясь. Вот смотрите, я дошла до верха, да? Вот так вот. И здесь получается вот так. Вот доклеиваю здесь пару штучек. Так, промазываю в этом углу. Приклеиваю. Теперь напротив. Приклеиваю. Немножко наискосок. Теперь так, так. Получается такой цветочек. Теперь что я делаю? Я беру, аккуратненько здесь проливаю по кругу и приклеиваю одну шайпочку сверху. Так же, как мы делали снизу. Вот так вот. Не сильно прижимаю, подержу слегка. Видите, я когда нажимаю, получается белые пятна. Почему-то не знаю почему. Вот. Получается шишка здесь такая же. И здесь. Красота. Смотрите, вот такие вот шишки получаются. Одна толстенькая, небольшая. Другая такая длинная. Третья тоже поменьше. В общем, можно сделать разных размеров. Не очень красиво смотрится. И вот такие красивые шишки получаются своими руками. Из фольги и пайеток. Делается очень просто, быстро. И выглядят просто замечательно. Блестят, сверкают и переливаются разными оттенками, если попадают какие-то краски. На них мы видим желтый, красный, да, тоже. Ну, в общем, вот такая ляпота. Как говорится. Пишите, пожалуйста, свое мнение, как вам понравились такие шишки. Мне очень. А вам. С вами была Мила. Всем пока-пока. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...